Теперь пришло время сказать несколько слов об условных предложениях в греческом языке. На самом деле с условными предложениями мы с вами уже сталкивались, и просто переводили какие-то тексты, где встречалось слово «эй», и чуть-чуть поподробнее их обсудили при изучении сослагательного наклонения, потому что после союза «иан», если регулярно встречается сослагательное наклонение, мы там говорили о каких-то вариантах употребления этого, но теперь пришло время систематически посмотреть на различные конструкции условных предложений в греческом языке. Ну, условное предложение в греческом языке, оно состоит из двух частей. Оно состоит из протасиса и аподосиса. Протасис – это условная часть условного предложения, та часть, в которой содержится числится «если». Аподосис – это вторая часть условного предложения, в которой нам может содержаться частица «то». Иногда мы в речи с частицей «то» опускаем «если то». Если я буду каждый день заниматься греческим, то, ну или без «то», я его быстро выучу. Если я буду каждый день заниматься греческим, это аподосис, то я его быстро выучу – это аподосис условного предложения. Ну, и сама условная конструкция, она предназначена для того, чтобы показать, что есть некая связь между первой и второй частью предложения. Связь – это может быть причина-следствие. Если я буду заниматься, то я быстро выучу. В связи может быть другого рода, например, факт и вывод. Если на безымянном пальце правой руки у человека кольцо, то, скорее всего, он жена. Ну, и так далее. Конечно же, кольцо не является причиной жениху, но некий факт, из которого мы делаем вывод. Условное предложение, достаточно часто встречающееся в языке конструкция, предназначенное как раз для указания некой взаимосвязи между фактами или взаимосвязи между явлениями. Ну, и теперь давайте посмотрим, просто какие инструменты есть в греческом языке для выражения подобных условных взаимосвязей. Все греческие предложения делятся на четыре класса. Эти классы у вас перечислены в параграфе 39, и у каждого из классов своя конструкция. Первый класс условного предложения, когда в фатасисе стоит частица A с изъявительным наклонением, и обоносится в практически все, что угодно. Зачем нужен этот класс? Он используется, когда говорящий призывает слушающего сделать определенные выводы из того или иного утверждения. Он говорит, ну, предположим, что вот так. Значит, должны быть такие выводы. Значит, должны быть такие последствия. Иногда он указывает на что-то реально имеющее место и говорит, ну, смотри, вот это же есть, значит, вот это должно быть. Иногда, наоборот, говорит о чем-то несуществующем, как вот в математике есть доказательство от противного. Предположим, что вот так. Ну, ведь тогда будет вот такой вывод, а мы этого не видим, значит, наше предположение не верно. Сам первый класс зачастую называют вот как допущение истинности ради аргументации. Это важный и очень интересный риторический прием к греческому языке. В учебнике у вас приведено несколько примеров, и эти примеры как раз помогают нам сориентироваться в особенностях употребления этого класса. Ну, давайте сначала глянем 1-й Фессалоникийцам 4.14. Ибо, если мы верим, что Иисус умер и воскрес, это вот первая условная часть предложения, и когда Павел произносит это, если мы верим, что Иисус умер и воскрес, а слушатели, он пишет за Фессалоникийцам, верующим людям, говорят, ну, конечно же, мы верим, что Христос умер и воскрес. Он говорит, о, вы верите? Из этого надо сделать выводы. Вывод какой? То так и Бог усопших приведет через Иисуса с ним. У Фессалоникийцев была проблема. Они очень переживали о людях умерших и не дождавшихся пришествия Христа. Им казалось, видимо, что спасаются только те, которые будут жить на момент пришествия. И Павел их утешает и говорит, вы знаете факт, Христос умер и воскрес. Сделайте из этого факта соответствующий вывод. Раз Христос умер и воскрес, то Бог теперь усопших, умерших, приведет вместе с Иисусом. То есть вот факт и вывод. В некоторых комментариях, на некоторых даже переводах, при такой конструкции вместо частицу Э переводят как поскольку. Поскольку Христос умер, то И. Это не очень хороший перевод. Все-таки автор использовал условное предложение, и он, использовав условное предложение, побуждает читателей задуматься. Он вызывает определенную реакцию. Если мы верим, то, конечно, мы верим. Если, да, конечно, делайте вывод. Всегда внимательно следите за предложениями первого класса. Посмотрите, как автор использует первый класс, чтобы подтолкнуть читателей к осмыслению тех или иных утверждений. Иногда автор может использовать ложные утверждения, и это тоже важный прием. Например, 1 Коринфянам 15.13 «Эй де Анастасис Некрон у Кэстин, если же нет воскресения мертвых, у де Христос эгегертай, то также Христос не был воскрешен». Смотрите, что делает Павел, он говорит, ну, некоторые из вас, вот в Каринфе так было, считают, что нет воскресения мертвых. Предположим, что вы правы. Но если нет такого явления, как воскресение мертвых, то отсюда нужно сделать вывод, Христос тоже не был воскрешен. А нет, вы верите, что Христос был воскрешен, значит, ваше изначальное предположение неверно. Это доказательство от противного. То есть он специально формулирует неправильное условие, делает из него вывод. Вывод очевидно ложный, значит, и первоначальное условие тоже было ложным. Как доказательство от противного. Вот первый класс, это как раз предположим, что вот так, сделаем выводы, и посмотрим, что у нас получилось. И еще один интересный пример первого класса. А если правая твоя рука соблазняет тебя, и предположим, что так оно и есть, правая рука твоя тебя соблазняет, отсеки. Означает ли это, что правая рука действительно человека соблазняет? Ну, соблазняет человека не руки, а источник соблазна где-то там внутри человека находится. Но зачем так говорить? Иисус говорит, вот предположим, что рука источник соблазна. Кстати, некоторые из его современников вполне бы могли с ним согласиться в этом утверждении, но все равно. Предположим, что рука источник соблазна. Тогда лучше уж отрезать руку, чем с целым рукой отправиться в гиену огненной. То есть здесь первый класс, ну, это же призыв к рассуждению, предположим, рука соблазняет, ну, лучше отрезать руку. Предположим, глаз соблазняет, лучше выколоть глаз. Зачем все это нужно? Чтобы показать, насколько серьезна проблема греха и насколько приоритетна и значима необходимость с этим что-то делать. Да, там может быть дело не в руке и в глазе, но вот такое соотношение, если уж рука соблазняет, допустим, что это так, надо отрезать руку, то есть вот то, как Иисус делает вывод из факта и к какому выводу он готов прийти, показывает нам серьезность отношения Иисуса к соблазну. Да, этот текст не призыв резать руки и выкалывать глаза, но это важный прием, помогающий нам понять значимость проблемы греха. Вообще, еще раз повторю, встретив условное предложение первого класса, любой толкователь должен порадоваться, потому что первый класс это интереснейший риторический прием. Мы видим, как говорящий, как пишущий подводит нас к определенным выводам, заставляет наш мозг работать, заставляет нас не просто вот жить в окружении каких-то фактов, но сопоставлять и принимать решения. Поэтому да, вот истинный факт, что ж вы не делаете, из него вывод. Или вот ложное предположение, но кто-то считает его истинным, вот что из этого получается, и мы видим, что предположение ложное. Или вот допустим, вот это так, то тогда должны были бы быть такие следствия, и в виде вот этого связь, вот как с выколотым глазом, отрезанной рукой, мы вообще понимаем важность концепции. Так что внимательно следите за условными предложениями первого класса. Второй класс условных предложений по конструкции чуть-чуть похож на первой, частица A плюс изъявительное наклонение под асисе, и частица АН в ападосисе условного предложения. Если в первом классе частицы АН не было, то здесь частица АН есть. Ну и еще, несмотря на то, что здесь изъявительное наклонение, если нужно отрицательное предложение, то в качестве отрицательной частицы во втором классе будет использоваться частица М, которая тоже может подсказать, что мы имеем дело со вторым классом. Также во втором классе используются вторичные времена. Обычно либо имперфект, либо ауэст. В чем смысл второго класса? Это утверждение вопреки действительности. То есть что-то не случилось. Если бы было это, то было бы вот это. А если бы я был умнее, выучил бы еврейский язык. Вот такое, когда я использую такое выражение, если бы я был умнее, выучил бы еврейский язык, предполагается, что и недостаточно умен для того, чтобы еврейский язык выучить. То есть не случилось, не имеет места в действительности. Когда используется ауэст в условных предложениях второго класса, обычно речь идет о чем-то, что не случилось в прошлом. Давайте в качестве примера посмотрим первое коринфянам, вторая глава, восьмой стих. Вторая половина стиха. Эйгар эгносан Укантон курион тес доксес эстаурусан. Видите, эй в первой части, ан в второй части предложения. Ибо если бы познали не то, господа славы не распяли бы. Они не познали, и господа славы распяли. То есть в реальности вот это не реализовалось. И вот о такой нереализовавшейся реальности говорит второй класс. Нам, кстати, очень важно распознать для перевода второй класс. Потому что, видите, я перевожу «если бы познали». Откуда я беру это «бы»? Я беру это из того, что это второй класс. Мне по-русски надо выразить мысли нереализовавшейся ситуации. Если бы познали, ну, они, конечно, не познали, то не распяли бы, господа славы, а они его распяли. Вот так работает второй класс. Здесь с аористом, и здесь обычно про прошлое. А с имперфектом обычно про настоящее. Посмотрим Луки 7,39. Это когда Иисус был приглашен в дом парисея, и пришла женщина, грешница, вот там, умывал его ноги, одирал головой, своими волосами, и вот это реакция хозяина дома. Хутус эй эн профэтэс эгеноскен антиста потапы хэгунэ хэтис хэп тэтай ауту. Хоти хамартыл сэст. Этот если бы был пророком, знал бы кто и какая женщина, которая прикасается к нему, потому что она грешница. Видите, эй в первой части предложения, ан во второй части предложения, эн имперфект от глагола эйми, эгеноскен имперфект от глагола геноск. Если бы знал, то есть если бы был пророком, знал бы. Имперфект имеет продолженный вид, почему мы говорим о аорист, он в основном в прошлом, не случилось действия в целом, имперфект продолженный вид, и вот в момент, когда все это происходит, вот женщина тирает волосами ноги Иисуса, вот сидит хозяин дома, вот смотрит и говорит, если бы он был пророком, ну он не пророк, но с точки зрения хозяина, он знал бы, но он не знает с точки зрения хозяина. Опять-таки, на что нам еще нужно обратить внимание, когда мы говорим, что вопреки действительности, то это не значит, что вопреки реальной действительности, просто говорящий преподносит что-то как не случившееся, как не имеющее место. На самом деле, Иисус, конечно, знает, что это за женщина, и дальнейший разговор ясно нам дает понять его знание, и все остальное, но говорящий в данном случае, ну он и сам уверен, и хочет показать, что не считает Иисуса пророком, и не считает его знающим. Так что обращайте внимание на второй класс, A плюс A и вот это если бы, но этого не случилось, то бы, но вот этого нет. Вот такой вопреки действительности второй класс. Так что первый допустим и сделаем выводы, второй класс, ну вот было бы, то было бы, но нет. Третий класс условных предложений, может быть, один из самых простых, вот обычно первым номером уйдет что-то простое, вот в греческом языке третьим номером идет достаточно простое условное предложение «если то», и «если то» с достаточно таким спокойным нейтральным условием, то есть ни предположений, ни противоречий, и так далее, просто «если то», есть связь. Третий класс это частица ианн, нам уже знакомая, плюс сослагательное наклонение. В классическом греческом языке, кстати, третий класс тоже имел свою интересную специфику, он описывал так называемое более вероятное будущее, а четвертый класс описывал менее вероятное будущее, но четвертый класс почти сейчас, за счет этого третий класс сильно расширил свое употребление, и в связи с этим значимость будущего в третьем классе ослабил. Тем не менее, вот это «если то», мы все-таки можем так грубо разделить на два больших блока, когда речь идет о будущем, если что-то будет, то и это будет, и когда речь идет о настоящем, когда два факта соотносятся прямо в настоящем времени, как некое общее условие, как некая универсальная реальность. Давайте просто примеры того и другого глянем. Если что-то будет, то будет, с таким большим акцентом на будущее, это, например, Евангелие от Матфея, 4 глава, 9 стих, речь идет об искушении Христа дьяволом, и вот одно из утверждений его, «Таутасой пантодосу, я пересон поску несес мой». Видите, «е-ан», если. Итак, «это», ну, эти все, да, множественное число, «это тебе все я дам», то, что «будущее время», ну, это ападосис условного предложения, здесь просто часть «если» на втором месте стоит. «если павшее», от «пипто», мы на прошлом ворке учили, может быть, трудновато его форму узнавать, «если павшее, поклонишься мне». Проскун «эсэс» это аорист со слагательного наклонения, ну, после «ян», конечно же, мы ожидаем, со слагательного наклонения. Здесь мы перевели «будущим временем», почему? Потому что досу в первой части предложения как раз побуждает нас говорить о будущем. Вот это будет, если это будет. Но, тем не менее, условие достаточно простое. То есть, вот, соотнесенные два явления. Если поклонишься, это тебе дам. Давайте порассуждаем, как в первом классе, или этого не случилось, как в втором классе, каких-то дополнительных оттенков нет, все дополнительные оттенки, все остальные смыслы мы извлекаем не из того, что это третий класс, а из каких-то других элементов предложений. Врется-то она, правда ли он может дать или еще что-то, ну, некоторые споры вокруг этого возникают, но условное предложение третьего класса ничего не говорит, просто если это будет, то будет. Вот, вот, говорящий представил два явления как взаимосвязанные, а все остальное мы уже решаем на основании других имеющихся у нас фактов. И как общее условие, то есть, когда не что-то случится, тогда это случится, а просто универсальная связь между фактами. Посмотрите, например, Евангелие Таана, 11 глава, 9 стих. Еантис перепате эн те хемера о проскопте если кто-нибудь, кто-то ходит днем, не спотыкается. Ян, перапа, те это частица Эй, плюс слагательное наклонение, ну и потом вторая часть предложения не спотыкается просто в настоящем времени. Здесь речь не идет о том, что что-то когда-то случится, а просто такое общее условие, общее наблюдение. Если кто-то ходит днем, он не спотыкается. Вот два явления взаимосвязаны между собой и об этом говорит условное предложение. Ну и четвертый класс, он выглядит следующим образом Эй, плюс желательное наклонение в протасисе и Ан плюс желательное наклонение в аппаратисисе. В классическом греческом языке он был более-менее распространен и выражал так называемое менее вероятное будущее. Был противопоставлен третьему классу и имел значение если, но скорее всего этого не случится, то будет вот это. То есть показывал на маловероятное происшествие, на маловероятную связь в будущем. Желательное наклонение умирает, вместе с ним умирает и четвертый класс, и полноценных предложений четвертого класса в Новом Завете нет. Есть какие-то только элементы, остатки от четвертого класса, то есть предложения, где вот половинки условного предложения желательно наклонить. Больше всего на условное предложение в Новом Завете похожи предложения из первого послания Петра 3 глава 14 стих АУ ЭЙ КАЙ ПАСХОЙТЕ ДЕ ДЕКЕ СУНЕН МАКАРИОЙ Обратите внимание на слово ПАСХОЙТЕ Видите сувикс? ОЙ ПАСХО ТА СТРАДАТЬ ОЙ ТИПИЧНОЕ для желательного наклонения, ну и окончание ТА Второе МНОЖЕСТНОЕ И Но если И Если даже Вы бы пострадали из-за праведности БЛАЖЕННЫ Ну БЛАЖЕННЫ были бы Вот здесь возникает интересный вопрос Вообще условное предложение четвертого класса это так называемое менее вероятное будущее Поэтому можно истолковать это предложение так Даже если бы вам и пришлось пострадать из-за праведности ну это маловероятно то все равно вы были бы БЛАЖЕННЫ Так можно понять это предложение Некоторые толкуют это предложение таким образом что Петр говорит о страданиях для читателей как не очень вероятным Но вторая глава например когда рассказывается о том что мы призваны идти пострадавшему Христа и многие другие элементы текста первого послания Петра все-таки склоняют нас к тому что Петр видит страдания для читателей как весьма вероятные и наверное здесь четвертый класс ну к тому же он такой незаконченный четвертый класс во второй половине нет нежелательного наклонения частица ну даже первый элемент четвертого класса он может быть не предназначен для описания того что страдание маловероятно а скорее акцентирует внимание на том что непонятно когда страдание будет то есть вот когда бы вам не пришлось пострадать ну это точно неизвестно когда и как это случится но когда бы вам не пришлось пострадать за правду вы блаженны такое прочтение данного предложения тоже возможно ну и давайте еще один пример где у нас не протасис а что-то типа аподозиса от условного предложения четвертого класса есть это Евангелие от Луки первая глава 62 стих там ситуация когда нужно было дать имя родившемуся Иоанну Крестителю и вот 62 стих энэнэнэон дэту патриоту тути антэлэй кэлэйстай ауту делали же знаки отцу его знаки спрашивая отца его теперь то ти антэлэй или телэй ой тэлэй глагол тело и суффикс ой типичный для желательного наклонения плюс есть еще частица а как бы он хотел назвать его почему здесь желательное наклонение почему здесь как половинка предложения четвертого класса но отец и антэлэйстителя говорить не может и смысл такой если бы ты мог заговорить заговорить ну мы не считаем это вероятным то как бы ты хотел назвать его и вот это вот да если бы ты мог заговорить оно не выражено явно но как-то предполагается контекстом то как бы ты хотел назвать его и вот здесь вот с помощью желательного наклонения выражено но в любом случае четвертый класс это экзотика это редкость несколько случаев на весь новый завет а вот первые три класса обязательно внимательно рассмотрите и запомните первый класс просто частица а все и везде дальше изъявительное наклонение без каких-либо домових частиц смысл если и давайте предположим что так и есть то должен быть вот такой вывод а теперь смотрим на всю картину и либо принимаем вывод либо не приняв вывод не принимаем и если либо понимаем значимость связи и так далее то есть призыв читателя серьезно поразмышлять на надзимосвязи между фактами второй класс а плюс вторичное время а плюс вторичное время ну вторичное со вторичными окончаниями а орест изредка плюс к вам перфект но совсем так вот второй класс если бы но этого не случилось или не случается то бы вот так было но этого всего нет третий класс если то иногда в будущем если это случится то другое случится и чаще всего соористом и иногда просто общий принцип настоящим если это то вот 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 так устроено условное предложение в греческом языке пожалуйста с каждый раз встретив частицу эй или ян старайтесь определить какой здесь класс и ответить на вопрос почему именно такой класс то есть что вообще хотел автор сказать условным предложением потому что условное предложение это чрезвычайно важный риторический прием в тексте текст в тексте в тексте